МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседа с батюшкой» и ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях клирик Иваново-Вознесенской епархии и романах Макарий Маркиш. Батюшка, здравствуйте! Рад вас приветствовать! Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте, дорогие зрители! Привет вам снова! Всегда приятно быть в вашей студии. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться нам и задать любой интересующий вас вопрос по телефону 8-495-781-49-54. Также во время всей передачи периодически будут появляться номер телефона на ваших экранах. Записывайте номер телефона и дозванивайтесь до нас. Батюшка, тем временем у нас 1 сентября, у нас, можно сказать, началась учеба не только у детей, но и у родителей. Новая жизнь. Ну, да, и скоро и церковный Новый год, кстати, совсем... Ну, менее, за место проходит. Но для церковных людей, однако, это тоже... Ну, начинаем, меняюсь, но 12-й том кладем, 1-й вынимаем. Ну, однако, кто знает, тот... А кто не знает, тот и знал. А кто не знает, там вообще все равно. Батюшка, учебный год, 1 сентября, как в этот, наверное, интересный, трудный период в школьной жизни человеку сохранить себя? Потому что во время школы и детство, и отречество, и переходный период. Как здесь сохранить себя? Ну, сохранить себя не очень-то хорошая формулировка, не очень хорошая установка. Есть такая фраза, береги честь... Пословица, береги честь с молодым. С молодым. Но честь – это не я. Честь – это связь меня с внешним миром, с Богом и с людьми. Вот что такое честь. Моя межличностная коммуникация, межличностные взаимоотношения. Вот что такое честь. А если человек начинает с себя, он скажет, ну, зачем мне учиться? Да надо мне это. Я не буду ничему учиться. И дети маленькие тоже иногда это говорят. А зачем вообще это нужно? В советское время говорили, будешь строитель коммунизма. А мама говорила, учись, дурак, будешь иначе такой же несчастный, как мы с отцом всю жизнь там пахать. Будешь учиться, будешь ученый, будешь себе... Будешь пахать, но по-другому. Они обычно это не говорили. Нормальные люди в нормальной стране свободной понимают, что учение – это часть образования. А образование – это образование, становление личности. Святейший Патриархин, позволит его процитировать, я думаю, очень хорошо заметил как-то, он человек уже не молодой, не школьного возраста и даже не студенческого. И кто-то говорит ему, ну, у вас святейство, может, возраст вам тут, наверное, мешает. Он говорит, знаете, человек до тех пор не будет старым, пока у него есть желание учиться. Когда он учится, он, значит, еще на коне. А когда уже нет желания учиться, когда человек бросает учебу, вообще понимает, рассуждает, что учиться уже не надо, ну, значит, тогда уже ему пора туды. Вот и мы все следуем этому очень разумному такому определению святейшего. Век живи, век учись. Дурак, он помрешь. И мы этого не боимся. Мы понимаем, что мы глупые. Вот если позволить, я одну дам интересное, у меня воспоминание было. Есть у нас, можно его назвать, наверное, по имени, человек уважаемый, интересный, многогранный, как и многие из нас, профессор Андрей Борисович Зубов. Я, вот, хожу здесь всем волосы и услышанно, очень люблю его лекции по истории религиозных идей. Вы их можете найти в интернете, или они в книгах есть, напечатаны. И вот я их, у меня дорога от семинария до епархии, всегда слушаю через этот самый, ну, аудиозаписи. И вот я, помню, иду и слушаю, и думаю, он человек по тому же возрасту примерно, что и я. Я думаю, какой же я глупый по сравнению с ним. Как он, какой грамотный, как он образованный, сколько он всего знает, из-за того, что мне бы надо знать. И вот с этой мыслью, такой разумный и трезвый, я продолжаю его слушать, и в это же время он, Андрей Борисович, начинает рассказывать про какого-то профессора, который его когда-то учил. И говорит ту же самую фразу, которая мне вошла в мозг. Он говорит, какой же я все-таки малообразованный по сравнению с ним. И мне так понравилось. Такое вот бесконечное по дороге человеческого совершенствования. Батюшка, у нас тем временем есть дозвонившийся телезритель. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Игорь, я из Москвы. У меня такой вопрос. Как и кому икона Божьей Матери помогает от рада и утешения? Отлично. Сейчас дадим. Спасибо. Икона, уважаемый Игорь. Начнем с того, что такое икона. Отвечаем. Икона – это доска и краски. А в наше время просто кусок картона бывает, напечатанный нашим замечательным производством беденей Софрина. Или где-нибудь еще. Вот. Это что такое икона. Как икона может помогать, будучи доской и красками? Или кусочком картона с типографской краской на нем? Вот на эту тему надо немножко задуматься. А кто чуть-чуть знаком вообще с историей церкви, он сразу вспомнит, что происходило в Восточной Римской империи, в Византии, в VIII-IX веках. Когда вот эта простая мысль о том, что икона – это доска и краски, и что помогать они ни к чем никому не могут, только, может, они там занимают место какое-то, вошла в сознание разных культурных, интеллигентных людей, и они решили, что вообще от иконы надо избавляться, чтобы они людям мозги не компостировали, эти иконы, вообще идеи всякие с иконами. Получилось ужасный период церковной жизни, примерно 150 лет, в течение 150 лет, VIII-IX века, я правильно сказал, да, под названием иконоборчество, со своими очень серьезными конфликтами, и человеческими, и организационными, и, так сказать, связанными с властью, и с богословскими конфликтами. Это не были просто какие-то, знаете, звери, какие-то бандиты, которые там грабили церкви, как в наше советское время. Нет, это были культурно-интеллигентные люди, в том числе и высшие церковные иерархии, которые были убеждены, что надо вообще от икон освободиться, как таковых, потому что вот эта вот мысль о том, что взять икону, и она будет как мне помогать, вроде как трактор, который там я плуг запрягу, и он потянул, или там что-нибудь в этом роде. Они считают, что это нарушает вообще устрой церковной жизни. Потребовались огромнейшие усилия церкви, от ее великих людей, великих столпов православия, таких как преподобный Иоанн Дамаскин в основном, ну и многие другие, чтобы эту вещь прояснить, и чтобы этот период иконоборчества закончился, чтобы мы, начиная с 9 века, вот наш праздник, торжество православия, первое воскресенье Великого Поста, это что такое? Восстановление, почитание икон. Восстановление. Потому что было очень серьезное время, когда, ну что ходят какие-то люди странные, икона может помогать кому-то, икона же не, это же идол, мы же христиане, мы же не идолопоклонники, значит, эти идолы надо устранить. Друзья мои, это очень серьезный разговор, и Игорю лично я обращаюсь, вам надо немножко, а может быть, более чем немножко, прояснить свое понимание, что такое икона, помимо того, что это доска и краски, чему она помогает, помогает нашей христианской вере, нашей христианской жизни, нашему восприятию невидимой реальности, реальности духовной. И почему они так, в общем, нам важны? И почему на Руси у нас, в Русской Церкви, да, в общем-то, и во всей Православной Церкви, особое дело-то у нас, так сказать, почитание икон Пресвятой Богородицы? И почему их так много? И когда какая-то, ну, скажем, прямо так, чтобы не слишком ругаться, малограмотная личность, начинает нам говорить, вот эта Богородица, она помогает от плохой торговли, а вот эта Богородица, она от плохой учебы, а вот эта Богородица лучше всего помогает от перепою или с похмелья, вот, ну, что сделать? Ну, малограмотные люди, не умные люди, не надо их слушать, не надо их особенно ногами топать, но вот мы говорили только что об учебе, учитесь, друзья, учитесь, друзья, чтобы эта малограмотность, это малоумие, чтобы хуже не сказать, не сбивало вас с толку. А как же вот чудотворные иконы, чтимые образы, вот здесь как? Мироточит это, это не мироточит, почему так? Слово чудотворная икона, фраза чудотворная икона, это один из тех достаточно частых, едва ли не повсеместных случаев, так называемой метанимии, переноса смысла, переноса значения, переноса имени буквально по-гречески, метанимия. Чудотворный только Бог, Бог совершает чудеса, но эти чудеса происходят в нашей материальной жизни, в нашей истории, если речь идет о чудесах общественного порядка, и в нашей личной жизни. И проявляются эти чудеса в связи с какими-то материальными предметами, так вот в связи с большим, так сказать, размахом вот этой вот иконописной традиции, с огромным количеством различных икон, почитаемых, не поклоняемых, а почитаемых в русской истории, икон Пресвятой Богородицы, мы находим немалое количество чудесных, знаменательных явлений, начиная от буквально каких-то чудесных исцелений. Ведь что такое человеческое здоровье? Так в самом деле из материальной жизни очень важное дело. И вот вдруг небезнадежно больной человек, как, скажем, ребенок, или тот молодой человек, слепой, или хромой, или что-то еще, или психически больной, вдруг в присутствии какой-то иконы, после молитвы перед этой иконой, вдруг обретает исцеление. Да, икону назовут чудотворной. Ну, так называют, так говорят по-русски. Не надо набрасываться на слова, не надо цепляться к словам. Да, чудотворная икона, значит, икона, в связи с которой люди запомнили какое-то чудесное, замечательное, важное для них явление. Для российской страны, для всей русской нации мы вспоминаем икону Казанского Пресвятой Богородицы, в связи с которой произошло действительно чудо глобального, или, по крайней мере, национально-глобального масштаба. Чудо восстановления русской нации. Кто-то изучал историю немножко, или что-то читал хотя бы, не может не изумиться тому, что в начале 17 века русская нация должна была исчезнуть, как исчезли народы, национальности, скажем, в Латинской Америке, в результате захвата Латинской Америки конквистаторами. Сегодня мы видим инков, другие цивилизации Южной Америки исчезнувшие. Все, их там нет и нет. То есть, Латинская Америка, Америка, Южная Америка, захваченная испанцами и португальцами. Они установили там свой порядок. Вот Россия, Русь, Московия, Московия была практически в той же самой фазе под натиском трех мощных европейских сил. Польшу, Польско-Литовского государства, Речи Посполитой, Турция из юга и Швеция из севера. И вот еще чуть-чуть-чуть, и все, и все вело к тому, что не будет больше у нас Московии. А все-таки было. Вот вдруг в 612 году что-то произошло. Что-то произошло. В 17 век Россия, Московия пошла на взлет со своими трудностями, своими неприятностями. Но дальше же историю читается. Но это действительно чудо национально-глобального масштаба. Конечно. И вот Казанская икона Престой Богородицы, которая сопровождала войска князя Пожарского при его штурме Москвы, где были поляки. Они сидели поляки. Кто были здесь? Не просто они, как сказать, какие-то хулиганы. Они здесь были по приглашению московских бояр. Считалось, что вот все, это уже будет польская корона здесь хвастаться. Нет. Не получилось. Отец Макарий, у нас есть еще один телефонный звонок. Превосходный. Давайте послушаем. Здравствуйте. Вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Есть такие слова. Иисус создал Бог человека из праха земного. И вдунул на него в лице дыхание жизни. Стал человек душою живую. Получается, эти слова, что душа живая – это и материальное тело, как бы, прах созданный, и дыхание жизни Бога. А что тогда получается бессмертная душа? Это другая субстанция, она там может и без тела обходиться. Нет, не совсем правильно, хотя и очень сложный вопрос. Вопрос, в отличие от тех, которых мы сейчас обсуждали, относится к богословию и к трактовке священного писания Ветхого Завета. И о разной стороне Ветхий Завет есть, и антропологии, то есть православное учение человека. Мы говорим сегодня с полным основанием, на основании всего наследия православной церкви, что личность человека – это единство души и тела. Разделить душу и тело может что? Смерть. Смерть. Но смерть, как всем нам известно, не надо нам объяснять, что мы всем смертны, но, тем не менее, смерть – это неестественное состояние человека. Неестественное. Вопрос о том, естественно ли для животного, начиная от собаки и кошки, кончая комарами, естественно ли для них смерть остается под вопросом, его догматически не решают. Но для человека, можем сказать с уверенностью, что смерть ненормальна, неестественна. Она ниже естественна. Смерть – это результат грехопадения, результат искажения человеческой природы в ту или иную сторону, в сторону гибели, в сторону тленности, смертности, искаженности вот этой вот самой, и воплощение Бога, явление, неправильное слово, именно воплощение Сына Божия в качестве Иисуса из Назарета, его подвиг земной жизни, подвиг его страданий, распятия, прохождение через смерть, через которую он прошел, и воскресение открывает дорогу каждому человеку к победе над смертью, к избавлению от этого ниже естественного состояния, к воссоединению души, которая разъединена с телом в результате смерти, воссоединению в полноте бытия человеческой личности. Бог есть спаситель тела, Христос есть спаситель тела, указывает нам апостол Павел, поэтому надо помнить. И попытка пренебречь материальным составом человека и вообще всей материальной жизнью, сказать, ну нет, у нас все дух, мы вот дух, живем дух, это тело, это все совершенно неважно, это ересь, то есть ошибочное учение, начало которого мы можем найти непосредственно в книгах Нового Завета, апостола, в Иоанновом послании в Первом, ну и у Петрова, в послании Петра об этом сказано, об этом есть, и в Откровении Иоанна Богослова упоминания. И эти еретические учения развивались, вели свое наступление, атаку на церковь в течение второго, третьего, отчасти четвертого столетия в виде так называемого гностицизма, а далее манихейство, можете поинтересоваться, почитайте, и церкви были полностью отвергнуты, отторгнуты и, можно сказать, побеждены в сфере христианского богословия, христианского понимания. Но поскольку, как уже мы знаем с вами, мы живем в свободной стране, и каждый может выдумывать, фантазировать и все, что угодно, ну, есть такие люди, но не надо их, не надо усваивать им название христиан. Это не христианское понимание человека, не христианское понимание жизни. Спасибо, отец Макарий, за ответ. Я хочу напомнить, что вы можете дозвониться нам по телефону 8495-781-4954, и мы ждем ваших звонков. Батюшка, а тем временем такой вопрос касается, он, нашей современной действительности, конкретно средств массовой информации, вот задают вопрос, кроме телеканала «Союз» и других, так сказать, похожих православных наших коллег и так далее, как правильно вообще воспринимать информацию, как правильно понимать вообще, и на что стоит обратить внимание, или лучше вообще телезр выкинуть, вопрос телезрителей? Выкинуть ничего не стоит. Особенно в окно люди будут выкидывать. Не надо выкидывать ничего в окно. Хороший комплимент канала «Спас». Я, в общем-то, с ним соглашаюсь, но одно маленькое, может, не столь маленькое, но. Вот сейчас это я что-то рассказываю. И вы что-то рассказываете. Другие здесь священники у нас есть. У нас много здесь, духовенство замечательно. И я слышал такую фразу. «На канале «Спас» сказали то-то». Все. Это, знаете, как будто, знаете, таблица умножения на обратной стороне школьной тетради. Но это, получается, какая ответственность перед православными СМИ? Ну, все должны знать, что всяк человек ложь. И что ошибиться может каждый. Мало того, ошибается каждый. Нет человека, который бы не ошибался. И, наверное, Сергей, вы меня, проверьте меня, наверное, нет человека, который не ошибался в эфире. Да, конечно, мне даже замечания делали в прямом эфире. Итак, все мы ошибаемся. И даже то, что вы смотрите и видите на канале «Спас» требует уточнения, проверки, а иногда и коррекции. И вот это крайне существенное замечание. Батюшка, а у нас есть телефонный звонок? Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос. Меня зовут Алла. Я из Москвы. Здравствуйте, Сергей, ведущий. Здравствуйте, Патюшка Макарий. Я вот хотела спросить, почему Господу Иисусу Христу нужно было креститься от пророка Иоанна Предтечия? Крещение? Понятно. Почему? Ответ, соответственно, простой. Иоанн Креститель был предтечием. Что значит предтечием? Кто бежит впереди. Продромос по-гречески. Тот, кто идет впереди. Понятное дело, что Спаситель вышел к нему, чтобы он продемонстрировал, показал людям, впереди кого он идет. Это одна сторона. Другая сторона – сам факт крещения, принятие вот этого вот омовения водами Ордана без того, чтобы омываться от каких-то грехов, как прочие люди омывались, но для того, чтобы показать себя соучастником человеческого рода, ничем не отличающимся от людей, кроме греха. Греха нет у Христа Спасителя, а все остальное есть. И он проходит через те же самые жизненные фазы, через то же самое поклонение, почитание Господа, Бога Отца, и социальные все процессы, которые он проходит, социальные явления, как и каждый из своих современников. Я вам советую посмотреть глазами на картину Иванова, замечательной картины «Явление Христа народу». У нас она в Москве в Третьяковской галерее, вы ее в интернете увидите. В интернете, где угодно. И там к образом, так сказать, живописным, вот эта вот идея до нас доносится. Что это один из нас, один из нас. Бог, ставший человеком. Без этого нет христианства. – Алиц Макарий, еще один вопрос такой интересный. Если человек создан по образу и подобию Божию, то, вероятнее всего, человек может стать Богом. Это правильное суждение? Как здесь растолковать? – Ну, вот Богом, понимаете, ведь… – Но ведь по образу и подобию от этого отталкивается. – Ну, правильно, в общем-то говоря, еще Афанасий Великий такую фразу произнес, что «Я, говорит, животное, но получил задание стать Богом». Или по-другому «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом». Ну, у нас в русском языке и в других европейских языках мы отделяем Бога, который пишется за главной буквой. Бог – божество. И Бог, который пишется за строчной буквой. Помните, да, в одном из столмов Азри, «Боги есть те». И сыновья Вышневых говорит про столмопевец устами, так сказать, книги Псалтирий. «Вы» уже, говорит он, «боги». Но обращается он не к богам, естественно, а к судьям. Судьям, то есть, ну, высшему эшелону израильского сообщества. Иными словами, обожение при общении в той или иной форме божественной природе или божественным функциям присуще человеку. Интуитивно, в общем-то, люди чувствуют, что их дом не земля, их дом – небо. Как здесь еще вот Эртулиан и замечательная фраза, что душа человека по природе христиан, по своей природе. Человек это чувствует. И все религиозные движения, не только христианство, но все религиозные движения в той или иной форме служат к этому вот восхождению человека, к небу. Но достичь неба, мы заявляем, так сказать, на основании христианского учения, нам позволил подвиг воплощения крестной смерти и воскресения спасителя. Следуя за ним, мы становимся похожи на него. Мы приобщаемся его плоти и крови в таинстве Евхаристии и тем самым обретаем некие качества божества. Какие именно? В общем-то, это скрыто, таинственно и очень, наверное, индивидуально. Почему у нас есть святые в нашей церкви? Почему мы их почитаем? Те, кто в этом преуспели, больше других. Но каждому из нас эта дорога открыта. Святость ваша есть воля Отца вашего небесного. Помните, да, эту фразу, которую у нас есть в Новом Завете. Отец Макарий тоже такой интересный вопрос. Часто люди стараются поисповедоваться непосредственно перед причастием, ну, чтобы больше было... Ну, так у нас повелось. Ну, вот прям вот непосредственно, либо день в день, и заранее, еще как-то, чтобы было меньше грехов. Как быть с этим суждением? Видите, здесь немножко формализм уже начинает заедать. Чтобы как можно чище подойти. Разве это плохо? Да, это уже получается, знаете... Потому что им начинает казаться, что сейчас вот я совсем вот все буду, совсем чистенький, и уже буду достоин причастия. А ведь это есть. Мы причащаемся не по достоинству. Мы причащаемся по любви, которую к нам питает Господь. Нету достойных причастий людей. Почитайте, в конце концов, вы читаете молитву перед причастием, последовательному к святому причащению, вам сказано, черному по белому, несем достоин, не же я способен, да в ней еще под кровь души моей. Ну и в низких других молитвах то же самое. Значит, достоинство наше, это в наше учение Русской Православной Церкви о достоинстве и свободе правах человека, достоинство наше реализуется через наше смирение, через наше осознание своего недостоинства, своих слабостей, своих грехов. Да, что мы можем, что мы помним, что мы ощущаем, осознаем, мы приносим перед Господом в таинстве покаяния. В Русской Церкви замечательно, разумный, очень плодотворный, такой полезный обычай соединять эти два таинства. Вот совершать покаяние, исповедь, и после чего причащать святых даров. С какой, так сказать, временной задержкой это происходит? В общем-то, на усмотрение ваше и ваше священство, духовенство. Как правило, норма такого, можно сказать, обычая христианского, люди приходят на вечернее богослужение, все ночные в день, если это суббота вечер, во время этого богослужения, если есть второй священник, или после него совершается таинство и исповеди, утром уже литургия, уже желательно, и даже по возможности не надо, отвлекать священника от богослужения. И самим не отвлекаться от литургии. Вот что очень важно. Вот что очень важно. Ведь бывает у нас, да, действительно, в больших храмах один священник совершает литургию, а другой, даже два других, там бывает больше, стоят там где-то в уголках и принимают исповедь. У тех, кто не удосужился исповедаться накануне. В результате эти люди, они там стоят в очереди, они там что-то рассуждают, там свои эти грехи, листают какие-то многотомные эти записки, заметки. Они не участвуют в литургии. Они не участвуют, они, может, и пришли ножками, но сознанием своим, молитвой своей, они не участвуют в литургии. Это плохо. Вот так решается. То есть лучше столько раз повторяем это за благовременно. Накануне. Можно бывает иногда, ну, скажем, у разных людей, разные расписания работы, режим работы. Кто-то пришел в церковь, говорит, батюшка, а я причащусь, если благословите, не завтра, там, послезавтра. Можно? Ну, не исключение, если знает этого человека, скажет, да, наверное, может. Есть документ же еще, принятый церковь. Совершенно верно, об участии верной Евхаристии. Там сказано примерно вот это самое. В особые периоды церковной жизни, во время праздника Рождественского, Богоявленского, Пасхального, там приходится этот период между исповедью и причастием, или даже причастием, если можно множественное слово потребить, то есть несколько раз люди могут причащать святых даров в результате в праздничное время. Там может и больше времени пройти. А если, не дай бог, что-то случится, какой-то факт. Не просто, не чувство того, что дайте-ка я еще вот тут на всякий случай подбегу к сучтеннику, что-нибудь с нему пробормочу. А в самом деле могут произойти какие-то неприятности. Ну, тогда подойдите и снова исповедуйтесь. Отец Макарий, у нас есть звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Простите, я волнуюсь немножечко. Ну, ничего, ничего. Мне 62 года. 40 лет я в венчанном браке. 15 лет у нас и брак с мужем. Ну, фактически, как духовный брак. Супружеской близости нет. 8 лет я уже служу в нашем храме. У нас небольшой город. За свечным ящиком. И у меня желание... Ну, я не знаю, вот кому обратиться спросить. Мне бы хотелось бы принять монашество. Можно ли вот в семье, вот, допустим, нужно ли разрешение мужа, чтобы мне бы оставаться в миру и... Ну, вы знаете, тут не очень радостный, честно говоря, ваш звонок. Потому что если вы муж и жена, а ваша супружеская близость, тебе не надо никому рассказывать, иначе, может быть, священнику на исповеди. Но если вы муж и жена, то почему вы должны рассуждать о монашестве? Монашество в данном случае будет разрушением вашего брака. Разрушением. Зачем это, об этом рассуждать? Ну, мало ли могут мне ответить, какие там личные обстоятельства. Мало ли, что там происходит между этим мужем и женой. Мало ли, какие у них тут взаимные чувства, переживания. Мы это все не знаем. Это все не для разговора в эфире, не для разговора на людях. Это женщине нашей, корреспондентке, которая позвонила, надо сказать одну очень простую вещь. Тем более, если вы уже труете в церкви. Подойдите к вашему священнику на исповедь, на тайную исповедь. Поговорите с ним об этом. Послушайте, что он скажет. Послушайте его пастырского совета. Ну, это разговор строго интимный. Ни в коем случае, ни с кем, никогда, ни в эфире, ни в интернете, нигде, не поднимайте этих дискуссий. Ну, это просто, я бы сказал, что, извините, бестактно. Батюшка, но желание стать монахиней. Вот есть вариант. Вот давайте докончим. Давайте, да, абстрактно. Не будем, да, вот, мы говорим. Да, вот как-то в абстрактно. В законном браке, венчанном. Да, да. Хочет стать монахиней. Спрашивает, нужно ли согласие мужа. Ну, безусловно. Если ее муж колотит, бьет, пьянствует, дерется. Ну, нет, вот я рассказываю реальные ситуации, которые мне приходится сталкиваться либо на исповеди, либо в частной корреспонденции, которую я веду в огромном объеме. Да, много таких случаев, когда брак умирает, когда он, ну, как сказать, чистится формально, а по существу его нет. По разным причинам болезни, психические болезни, нравственное уродство одной из сторон, физические какие-то просто битье, там, пьянство типичнейшая ситуация. Когда муж этот уже не достоин называться мужем, пьянствует, и эта женщина несчастная, которая называет себя женой, а по существу она уже не жена. Понимаете, друзья мои, развод – это не разледенение мужа и жены, а это похороны умершего брака. Тот брак, которого уже нет, а узнать об этом может только сам, сами супруги, один из супругов, ну, с помощью священника, опять-таки, в условиях тайной исповеди. И когда брака уже нет, ну, тогда, ну, тогда уж что, тогда, да, вот начинаются такого рода идеи, движения. Да, я знаю, у меня есть некоторые люди, которые, я просто конкретно знаю, они были в браке, а сейчас они уже смонашины. Да, я сам, в общем-то говоря, такой. Я был разведен, ну, давным-давно еще, 30 лет назад. Вот, а другая ситуация, менее острая, конечно, но тоже такая, своеобразная. Когда и муж, и жена, без того, чтобы какие-то мы видели злоупотребления, безобразие, вот они как-то так расходятся друг от друга. Ну, бывает, кто его знает. Судьба человека, личность человека неповторимы абсолютно. И не то, что они сидят, друг друга милуют, голубят, ну, говорят, слушай, давай, мы стоим все-таки, давай, давай, ты будешь идти в монастырь в один, я пойду в другой, и все, я с этим делом закончу. Такой картины нет. Такой картины нет, и, в общем, мы ее не наблюдаем. Мало ли что происходит с этими супругами, еще раз говорю, либо это может быть просто злоупотребление, какое-то злодейство стороны одного супруга, либо какое-то мирное достаточно, в общем, без злодейства, но расхождение этих супругов. И тогда это расхождение тоже может привести к монашеству с обеих сторон. Отец Макарий, у нас есть еще один звонок, давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос. Добрый вечер, отец Макарий, добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. Меня зовут Татьяна, я хотела задать вот такой вопрос. Если я правильно понимаю, мы молимся о таких, как бы, основополагающих вопросах, да, в своей жизни, там, о здоровье, там, о работе, там, о здоровье близких, все о чем-то. Мы молимся Господу и Богородице. Вот. А святым мы можем молиться только о том, чтобы они молились за нас, предстояли за нас перед Богом. Вот, если я правильно это понимаю, да? Неправильно. Ну... Неправильно. Я вынужден вас спросить. Сейчас я свою мысль можно... Ну, ваша мысль ошибочная, и она может кое-кого, так сказать, сбить с толку. Мало ли, кто-то смотрит, о, на канале Союз сказали, вот как надо молиться Богу и Богородице. Нет. Ни в коем случае никогда мы не можем ставить знакоподобие или равенство, или какого-то, так сказать, паритета между Богом и человеком. А Пресвятая Богородица – это человек. Почему наше уважение? Почему и почитание Пресвятой Богородице? Потому что она из всех людей, людей, подчеркиваю, такова, что дала бытие, земное бытие, человеческое бытие, человеческую природу, Богу. Вот, возьмите, дорогие мои друзья, возьмите, войдите в любой храм или даже в квартиру, дом какого-нибудь православного человека, и посмотрите, каких икон там больше всего. И вы увидите, что больше всего икон Пресвятой Богородицы. И человек, враждебно настроенный к православию, или просто малообразованный, скажет, что вот они, вот видите, у них не Бог, у них богиня здесь, они вот, и это вот их божество. Ну, это грубейшее заблуждение, которое, в общем, наши ремокатолические партнеры по религиозному диалогу еще сравнительно недавно применяли здесь очень строгие меры. Не будем о них говорить, мы не будем им подражать, но это страшнейшая единица. Вот, состоит она в том, что не может быть никакого равенства и парикета между Бога-человеком и человеком. Но церковь, вот здесь, следующий шаг в этом рассуждении, состоит в воспоминании о том, что мы веруем в единую святую соборную и апостольскую церковь. После того, как мы исповедуем веру в Святую Троицу, с Бога Отца Вседержителя, воедино Господа Иисуса Христа, Сына Божия, в Духа Святого Господа Творящего, воедино Святую Соборную и апостольскую церковь. Так вот, церковь объединяет в себя Бога и людей. И Пресвятая Богородица – это та, кто дала человеческое наполнение церкви. Почему ее называют Мать, Наша Мать? Это не просто какое-то уважительное такое, почтительное обращение. Это действительно указание на то, что Пресвятая Богородица по человечеству служит Матерью, основоположницей, основой земной церкви. В то время, как Господь Бог служит главой церкви, основателем церкви, как Бог, как человек, она, родившая Его, как Мать, она Мать Ему, Ему Спаситель. Вот. Поэтому мы, символ веры, которую мы читаем, мы, в общем, не упоминаем Пресвятую Богородицу, естественно. Нет, конечно, не упоминаем ни ее, никого из святых. Но когда мы произносим воедино Святую Соборную Апостольскую Церковь, мы помним, что именно в начале ее, в человеческом начале, стоит она, в начале церкви. Поэтому икон ее больше всех, больше, чем икон Бога-человека. Бога-человек имеет божественное начало в себе. Он нам не столь, как сказать, мы находимся с ним не в столь естественно, материально близких отношениях, как Пресвятую Богородицу. Она, будучи человеком, полностью человеком, таким, как мы, естественно, к нам близка. Как вы скажете, вот портрет моей родной матери, моего родного отца, моего брата, моего сына, моего там кого, племянника. Это люди с нами в одного состояния, одной природы. Вот так и она с нами одной природы. Если Спаситель Иисус Христос одно лицо в двух природах, то она, Богородица, в одно и то же, в человеческой природе. Вот это определяет нашу близость к ней. Отделять Пресвятую Богородицу от других святых – заблуждение, ошибочно. Другие святые люди, они идут вслед за ней, вслед за Христом, естественно. Другие лица, другие славные люди православной церкви. И наша молитва обращена к любому из них. Но начало церковное – это вот будет Пресвятой Богородице отдалена такая честь. Вот так. Ну, вот, собственно, и все. И добавить можно еще вот что. Не надо отождествлять молитву с каким-то выпрашиванием. Да, мы просим. Мы просим. У нас есть наши родные, близкие люди. Отец, мать, брат, сестра и так далее. Мы что-нибудь у них просим? Да, просим. Мы этого стесняемся? Нет, ни капельки не стесняемся. Но если бы кто-то сказал, что отец у тебя, отец, он что-то тебе дает? А вот мама, а вот он, Вася, Миша, они что тебе дают? Ну, скажем, извините, любезные. Вы ничего не понимаете в человеческой жизни, в человеческой дружбе, в человеческой любви. Они действительно нам дают, но не в этом дело. Это наши родные, близкие люди. Вот ровно то же самое относятся к святым, к Христу Богородице и к самому Господу, молитва которому состоит из прославления, исповедания веры, покаяния и в том числе среди других молитвенных сторон и прошения. Вот так. Я хотел бы напомнить нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, у нас не так много времени до конца, и вы можете еще дозвониться и задать интересующие вас вопросы. Мы же к этим временем продолжаем. Что делать, если обижают твоих близких родственников, может, как-то наговорами и так далее? И нужно ли здесь мстить, либо простить? Ну, видите, как. Знаете, чего? Простить, в общем-то, всегда желательно. Мстить, в общем-то, никогда нежелательно. Когда обижают, например, родители еще как-то. Как здесь быть? Ну, мсти. Что такое месть, понимаете? Мы возьмем наше уголовное право и скажем, вот он там, вплоть до нас сейчас годовщина Беслана. Это страшные дела со смертью, с расправой, в общем-то, над этими злодеями, которые напали на наших детей. Ну, если мы скажем, вот им отомстили, скажу, нет. Там был бой все-таки. Ну, был бой, совершенно верно. Их уничтожили. Они получили то, что они должны были получить. Но это не месть, это печальная необходимость. Это печальная необходимость. Месть представляет собой зло за сло. Ну, спасите, говорит, нет, не отвечайте злом за зло. Побеждайте зло добром. И в военных действиях, в действиях наших правоохранителей, наших силовых структур, мы, в общем-то, четко выслеживаем, прослеживаем победу добра над злом. Да, уничтожение злодея, который пошел на такое преступление, это добро. Да, уничтожение какого-то врага на поле брани, в общем-то, тоже добро. А уголовное наказание преступнику уже совершенно другое дело, уже через законный суд с обвинением, защитой и обвинительным приговором и соответствующим уголовным наказанием. Это тоже добро. Это не месть. Это доброе дело, которое общество в лице своего судебной власти реализует по отношению к тем или иным событиям, к тем или иным людям. Но это не месть. Это не месть. Месть – это ветхозаветный принцип, да? Око за око, зуб за зуб. Мне выбил зуб кто-нибудь, я пойду, ему тоже выбью. Почему сказано было в ветхозаветные времена? Чтобы за один зуб не убивали два зуба. Чтобы за одно око не убивали два ока. Чтобы за одно убийство не раскручивалось это дело в виде кровной мести. Кровной мести. Вот в чем дело. Поэтому слово «месть» надо отбросить. Слово «прощение» гораздо сложнее. Месть – это социальный факт. «Прощение» – это факт моей души, моего чувства чаще всего. Моего чувства. Я вот могу поделиться одним интересным воспоминанием. Я его не буду сильно раскручивать, потому что оно индивидуальное. У меня был трудный в жизни период, когда мне говорили, ты должен простить. И я говорил тогда, да, я простился. Я понимаю, я христианин, надо прощать, я прощаю, все. И очень спокойно жил. Прошло 20 лет, может быть, 25. Я священник, я совершаю божественную литургию, я стою перед престолом, и вдруг ко мне, я молюсь, я научился немножко молиться во время совершения божественной литургии. И у меня возникает мысль, что я начинаю прощать. Начинаю только, только начинаю. Я думаю, что я давно только простил. Оказывается, я только начинаю. Благодарю Господу за это. Так что не думайте, что простить – это, знаете, как я вам должен 100 рублей. Ну, я вас прощаю, оставьте себе эти 100 рублей. Все, ура, пойдемте выпьем, что по рюмочке. Нет, это не то немножко. Это немножко и даже совсем не то. Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Вопросы телезрителя. Здравствуйте. Мы вас очень внимательно слушаем. Здравствуйте. ведущий отец Макарий. Такой вопрос к вам. Вот лично ваше мнение. Вот часто вот по каналу «Союз» я слышу из уст вообще-то влиятельного духовенства говорят то, что Господь – одна любовь, не гневается, не наказываешь. Что ты сам себя наказываешь? Ну, я уже не говорю о Ветхом Завете, когда читаешь, а вот послание к евреям апостола Павла. Там же все говорится четко, без всякого изнасказания. Иносказание буквально, ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Правильно, правильно. А слово «наказание» вы понимаете, что значит? Что значит «наказание» в церковно-славянском контексте? Смысл единственный и простой. Наказание – научение. А что касается «бьет сына», ну, это метафора, понятное дело. В те времена научение сопровождалось некоторыми физическими воздействиями. Кто-то рассказывал, да, когда, значит, детей пороли по субботам специально. Причем независимо от того, виноваты они или что-то, нет. Просто так их пороли, чтобы они так вот как-то держали тонус. Вот. Ну, нет, мы не применяем таких мер к воспитанию детей. Что касается гнева Божия, это… Да, вот можем найти прямо, сколько вы можете сказать, один из Бесекина сказать, вот Бог гневается на вас, прогневался там, особенно в ветхозаветных историях. Вот Баруслана Богословия поясняет. Это так называемый антропоморфизм. Что такое антропоморфизм? Человеческая форма, человеческие образы, которыми передается некоторые события взаимоотношения человека и Бога. Очень хорошо говорит Антоний Великий. Может, он сам говорил, или кто-то запомнил его слова. Антоний, Пельмакарий Великий, Антоний. Ну, либо один, либо другой. Сказать, что Бог уходит от человека, скрывается от человека, все равно, что сказать, что солнце скрылось от того, кто закрыл глаза или ослеп. Солнце светит, но я могу его видеть или не видеть. Бог гневается. Значит, я что-то делаю и получаю результат. Я разбегусь. Я не буду этого делать, вам не советую. Но если кто-то разбежится с разбегу и ударит головой в стену бетонную, что произойдет? Большая шишка. Бог разгнелся? Да, в общем-то, нет. Бог, так сказать, как был, так и остался. Стена, как была, так и осталась. Если вы бьете головой в стену, вы получите результат. Вот так вот. Так что не нужно, так сказать, преувеличивать какие-то свои возможности и не надеяться на Бога. На гол на счет, да, на счет стены не надо. Это делается другими средствами. Батюшка, вот совсем немножко времени остается у нас до конца нашей программы. Практически ничего. Я попрошу вас подытожить нашу программу и обратиться к нашим телезрителям. Да, друзья мои, в связи с первым сентября, вторым уже, или дальше какие-нибудь еще смотреть эту программу, учитесь, учитесь. Православное просвещение нам необходимо на сегодняшний день. Оно было всегда нужно. Нужно было налицо. Люди тяжело работали, не имели грамотности, не имели возможности получать это просвещение и образование. Сегодня возможности есть все. Пожалуйста, пользуйтесь им. Батюшка, а сейчас вы сами учитесь? Я не словно учусь. Курсы какие-то? Я учусь, потому что я преподаю. Каждый новый семестр, каждый Новый год, я что-то новое преподаю в семинарии. Я, конечно, учусь. Если бы я не стал учиться, меня прогнали бы, сказали, что никому не нужен как преподаватель. То есть постоянно нужно совершенствоваться. Конечно. Ну, а какие-то особые... Я, например, даже иногда замечаю за собой, что уже невозможно учиться в жениках. Как себя смотивировать? Ну, видите, все, тут вопрос здравой меры. Вопрос здравой меры. Одно дело поступить на какое-то очередное, получать третье, четвертое или пятое высшее образование, а другое дело взять книжечку, послушать лекции, взять выписки сделать какие-то. Ну, кто преподает уже, тот составляет учебно-методическое пособие или что-то в этом роде. В общем, на самом деле, да, в наше время очень много возможностей по-разному получить образование. Образование, просвещение, информацию. Понимаете, учеба, еще раз говорю, это не то, чтобы поступил, получил студенческий билет, ходишь на лекции, это не всегда возможно, естественно. Не всегда вхождение в лекции, может быть, приносить результат. Почему-то поступил, учиться в университет, будешь ходить. А вот все эти дистанционные возможности, энциклопедии, справочники, книги, читайте книги, элементарнейшая вещь, учебное пособие, догматическое богословие, протерея Олега Давыденко. Вот я бы всем советую. Читайте. Да, кстати. Вот читайте, читайте, вот вам учеба. Классики и все доступно. У вас вам учеба, все есть. Причем покупать не нужно книжки. Покупать не нужно на интернете. Читайте, читайте, получите очень много полезнейших сведений. Вот вам будет православное просвещение. Отец Макарий, я благодарю вас. И я вас благодарю. За эту беседу. И я вас благодарю. Благодарим телезрителей, которые нам дозвонились, задали свои вопросы. Конечно. Может, даже смелые, но мы рады каждому вопросу. Хорошие, да. Чем смелее, тем лучше. Да. Батюшка, ну, за этим прощаемся. Господь вас благословит. Всего вам доброго. Я напоминаю, что в гостях у нас был клирик Иваново-Вознесенской епархии и романах Макарий Маркиш. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»